О том, какие ещё важные и интересные события произошли в нашем городе и районе, смотрите в рубрике «Телетайп новостей». Главой района Романом Синеговским большое внимание уделяется работе по приведению в порядок школьных спортзалов. Для этого они планово ремонтируются, оснащаются необходимым инвентарём. Большая поддержка в проведении капремонтов – краевая программа, благодаря участию в которой отремонтировано уже 27 спортзалов. В этом году обновлён зал школы номер 9 в Станице Петровской. Общая стоимость ремонта превысила 3,5 миллиона рублей. Кроме уроков физкультуры в спортзале проводятся занятия секции, соревнования и весёлые старты. А перед Новым годом состоится большой спортивный праздник. Для того, чтобы качественную медицинскую помощь могли получить жители самых отдалённых населённых пунктов, в нашем муниципальном образовании при поддержке главы района Романа Синеговского в поселениях каждую неделю проходят выездные приёмы специалистов в социальной сфере. Очередной такой приём прошёл в ФАПе посёлка Прибрежного. Жителям была предоставлена возможность проверить уровень сахара и холестерина в крови, получить консультации терапевта и невролога. Славянское телевидение приняло участие в межмуниципальном фестивале короткого кино «Среда комфортная, доступная для всех», который во второй раз проходит на базе Кубанского госуниверситета. Фильмы, представленные на фестивале, затрагивали не только тему доступности среды для инвалидов, но и возможность реализовать себя всем гражданам. В вопросах доступности нельзя разделять людей на обычных и людей с ограниченными возможностями. Чувство комфортно, доступности, перемещение, получение социальных гарантий и самовыражение должно быть равным у всех. Такую мысль несли все собравшиеся на фестивале. По распоряжению владыки Новороссийского и Геленджикского, феогноста благочинный всех славянских церквей, отец Максим Пьянков переведен из Славянска на Кубань в Геленджик, где возглавит Геленджикский округ. Его место займет еромонах Митрофан, который долгое время был исполняющим обязанности благочинного Геленджикского округа. Главный символ Нового года – это, конечно же, елочка. Те, кто собирается украсить свой дом живой лесной красавицей, сообщаем, что по данным Управления по торговле и защите прав потребителей, в городе и районе будут работать 12 елочных базаров. Новогодние ярмарки начнут свою работу с 15 декабря. Большинство из них расположится рядом с рынками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова